Доброе утро! Случается, что живешь и не знаешь, что там под боком? Там у тебя книжка есть, где вся жизнь твоя, как по пальцам разложена, писал Федор Михайлович Достоевский. А ведь все так. Я это к тому, что решила перечитать Стивена Кинга. И вот читаю его книги и понимаю, почему он для многих самый лучший. Слог, легкость, ироничность, ну, кружева какие-то. Я уж не говорю о том, что все умно, и что не фраза, то готовый афоризм. Ну, вот, например, под броней сарказма зачастую прячутся пастила. Или подражание – самая искренняя форма лести. Ну, как точно, да? Или мы никогда не знаем, что нас ждет. Жизнь может развернуться на пятачке. Иной раз не поймешь, что вот он, тот самый пятачок. Одна встреча, один момент, одно слово. И жизнь развернулась и пошла совсем по-другому. Никогда не отчаивайтесь, если что-то идет не так. Буквально за один день, а может быть даже за одну минуту, все может измениться. Главное – не переставайте верить в лучшее, и хорошего все равно будет больше. Это «Утренний Вестник». И вот о чем сегодня. Роман за рулем автобусом. Как становятся лучшими в профессии? Доверяй, но проверяй. Доверяют ли пермики водителям общественного транспорта? Люди говорят. Гигант промышленного масштаба, за счет чего и кого «Лукойл Пермнефтерк Синтез» уже десятки лет является передовым предприятием в стране. Там, где начинаются истоки реки Кама. Чем примечателен маршрут Перещагинского городского округа? Последние выходные летом. Если у вас есть свободное время, мы подскажем, как провести его с пользой. В древности самыми почитаемыми людьми были странники, которые могли что-то рассказать о том, как и чем живут в других регионах и отдаленных странах. Новости стоили дорого и не отличались свежестью, однако неуклонно становились доступнее и актуальнее с распространением печатных технологий, телеграфа и радио. Спасибо всем причастным, что сегодня, благодаря технологиям, мы можем всегда, в любых обстоятельствах быть в курсе происходящих событий. Новостной блок на Ветте. Следственный комитет по Пермскому краю задержал подозреваемых в убийстве женщины и ее пятилетней дочери. Погибшие незадолго до трагедии приехали в Пермь из республики Башкортостан. Убийство произошло в поселке Ласьва Краснокамского района. Следствием установлено, что незадолго до исчезновения потерпевшая приехала в город Пермь навестить подругу из республики Башкортостан. 17 августа 2022 года обе женщины с ребенком в компании с мужчиной находились в одном из домов поселка Ласьва Пермского края, где соучастники вступили в преступный сговор на совершение убийства. Продолжая преступление, подозреваемый вооружился ножом, убил сначала мать, а впоследствии загрушил ребенка. После совершения убийства соучастники на автомобиле вывезли тела в лес и закопали их там. Заявление о пропаже родственников написал брат убитой женщины. Мужчина сообщил, что его сестра уехала в Пермь к подруге и несколько дней не выходит на связь. Изначально подруга потерпевшая уверяла, что знакомая из Башкирии действительно гостила у нее, но после ссоры уехала в неизвестном направлении. Оперативники не поверили словам женщины и вскоре пермячка созналась в убийстве на почве личной неприязни. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями соучастники были задержаны. В ходе допросов они подтвердили свою причастность к совершению особо тяжкого преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них мероприятий в виде заключения под стражу. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, уголовное дело об убийстве матери и ребенка поставлено на контроль в Центральном аппарате ведомства. Одним из главных вопросов повестки в социальном блоке стал закон о предоставлении бесплатных земельных участков медицинским и педагогическим работникам при Камье. В Пермский парламент законопроект внесен по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Как отметил спикер Краевого парламента Валерий Сухих, специалисты готовы оставаться и работать на селе, но для этого необходимо помочь создать им условия для комфортной жизни. К слову, эта мера дополнит уже действующие программы в этом направлении. «Принято решение о выделении земельных участков в населенных пунктах до 10 тысяч человек. Это говорит о том, что именно в этих пунктах именно эти специальности особо дефицитные, поскольку вы знаете, что мы вкладываемся в строительство, в ремонт. И, в общем-то, это движение заметно, но нужно и привлекать специалистов. Решение, считаю, своевременное, очень правильное, депутаты его поддержали». Череду отчетных докладов от профильных министерств и ведомств на этом пленарном заседании продолжил Минздрав, представив депутатам информацию о состоянии здоровья населения Прикамья за 2021 год. «Нужно сказать, что мы одна из редких территорий Российской Федерации, где удалось удержать показатели рождаемости. Конечно, он ниже, чем это было, предположим, лет 6-7 назад, но тем не менее». При этом, по итогам первого полугодия 2022 года, уровень смертности достиг до пандемийного показателя, что тоже положительная тенденция. Отдельное внимание в рамках отчета уделили коронавирусной инфекции. Именно на прошлый год пришелся пик COVID-19. Однако пермским медикам удалось справиться с увеличением числа пациентов. «Благодаря национальным проектам, региональным проектам, получено достаточно большое количество оборудования. Сейчас, несмотря на то, что мы видим рост заболеваемости, система готова. В целом и общем можно сказать о том, что да, выводы сделаны, корректировки внесены и система в полной боевой готовности». Для того, чтобы система и дальше могла принимать такие вызовы, развитие здравоохранения и профилактика заболеваемости остаются приоритетными задачами для работы всех уровней власти. А это и строительство новых больниц и поликлиник в территориях края, и закупка современного оборудования и создание условий для здорового образа жизни. Вот так выглядят будущие Туполевы, Илюшины и Микояны. Эти ребята строят свои первые самолеты на занятии, которые называются «Аэроквантум» в лагере «Кванториум» среди будущих конструкторов и Алена Баранцева. Сегодня она познакомилась с инженерией и моделированием и на мастер-классе собрала свой первый самолет. Мы собирали самолетики из дерева, то есть нам их вырезали и мы их собирали с помощью клея. Лучший отдых – это смена деятельности, так что после сборки своих самолетов ребята занимаются артикуляционной гимнастикой вместе с образовательной платформой «Лицей от Ростелекома». Помимо основной программы мы предлагаем ребятам мастер-класс с участием разных спикеров и компаний-партнеров. Одним из таких партнеров стал Ростелеком. На этой же смене мы даем ребятам попробовать возможности образовательной программы «Лицей от Ростелекома». Ребятам очень понравился формат. На образовательном онлайн-сервисе представлены видео-уроки по всем предметам школьной программы, включая эксклюзивные курсы. Программа может помочь ребятам освежить знания и перед учебным годом. Для этого есть раздел «Развлечеба». Он содержит яркие красочные мультфильмы на повтор учебного материала. Главный герой – код-кубок-код, который интересно рассказывает о том, какие бывают числа или напоминает ребятам, как проверить безударный звук условий. На платформе «Лицей от Ростелекома» ребята могут повторить пропущенные или сложные темы, проверить себя с помощью тренажеров и тестов, а еще подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Весь материал – разработка преподавателей ведущих российских школ и вузов. Также можно начать осваивать английский язык. Коллекция насчитывает более двух тысяч обучающих видео. Причем делать все это можно даже со смартфона. Если вы хотите, чтобы ваш малыш высоко летал, на крыло его ставить нужно уже сегодня. Такой вот позиции придерживаются на предприятии УДК «Пермские моторы». Уже много лет в преддверии начала учебного года здесь проводят масштабный праздник. Называется он «День первоклассника». В этом году в нем принимает участие порядка 450 ребят. Все они – дети сотрудников завода. Я сам участвовал в данном мероприятии очень много лет назад. Меня также папа привел на завод, показал свое рабочее место, показал именно вот этот цех, которым я сейчас работаю. Ну и, как говорится, желание прийти тоже на работу сюда, на предприятие. Здесь присутствует моя дочь, которая тоже первоклассникой является. Вот я ее привел, показал свое рабочее место, цех показал. Здоровая корпоративная культура – важная составляющая работы предприятия. Предприемственность поколений здесь активно приветствуется, как показывает практика «День первоклассника». Возможно, первый шаг для его маленьких участников в будущую профессию. Мне больше всего понравилась экскурсия. Там рассказывали про двигатели самолета. Двигатели такие большие, широкие, железные. И нам еще показывали макет самолета. На экскурсии было интересно. А может быть, ты мечтаешь здесь когда-нибудь поработать? Ну, могу даже помечтать. Действительно, в программе праздничного дня не только креативные развлечения, концертная программа и различные игровые зоны, но и экскурсии святая святых, музей предприятия и рабочие места родителей. Мы стараемся ребят заинтересовать, чтобы им было интересно, чтобы они, когда уже задумаются, какие будут экзамены сдавать в школе, когда задумаются, куда дальше пойдут учиться, чтобы мысль о том, чтобы связать свою жизнь с двигателестроением у них возникла. Поэтому мы и проводим. Ну, здесь уже многое, конечно, зависит от родителей. И мы также стараемся создать условия для родителей, чтобы им было комфортно работать на предприятии. И они убеждали своих детей, что это действительно стоит того пойти учиться и пойти потом работать на пермские моторы. Многие из родителей с удовольствием сами выступают в роли гидов. Среди них немало тех, для кого родина. Дело жизни и семья – понятия неразделимые. У меня профессия – слесарь-сборщик авиационных двигателей. В этот день я привел свою дочь, будущую первоклассницу, на завод, чтобы показать ей, где папа, где мама работает. Дочь у меня пойдет в школу, первый класс, специализированная, получается, школа инженерной мысли. Павла Соловьева. Это создатель двигателей ПС-90. Развлекая, просвещая истинно старое, но проверенное, когда высокие ориентиры, не только на словах, а еще и на деле. Это, исходя из опыта предприятия, самый действенный пример для наших детей. Аполлина Рив, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Каждый день общественным транспортом Перми пользуются сотни тысяч пассажиров. За их комфорт и безопасность отвечают водители, обслуживающие десятки маршрутов во всех концах мегаполиса. Победители профессионального конкурса рассказали нашей съемочной группе о нелегкой работе и о личной жизни. Ну и продемонстрировали профессионализм в том числе. Более 20 водителей общественного транспорта сегодня отошли от привычного маршрута. И дело не в сезонных ремонтных работах. На территории старого троллейбусного депо сегодня они проверят профессиональное мастерство. За 35-летнюю историю соревнований возможность поделиться опытом и проверить свои знания именно водителям автобусов выдалось впервые. В 2019 году троллейбусное движение было завершено. Поэтому на этой территории обосновался автобусный парк и мы теперь обслуживаем и автобусные маршруты. Поэтому не было до этого года возможности провести публичных мероприятий, то ковидные болезни и всякое такое. И поэтому сейчас, когда более-менее ситуация благоприятная в этом плане, мы решили начать проводить конкурсы профессионального мастерства. Начали с конкурса профессионального мастерства автобусов. А показать есть что. Например, реакцию при тушении очагов возгорания автобуса. Умение помочь маломобильным пассажирам при посадке, подготовку автобусов и мастерство вождения. Все это водители не раз встречали на маршруте. Но в рамках соревнования и здесь есть свои особенности. Не справился, потому что были тренировки. Ездили гораздо лучше. Здесь, конечно, нервы. И все остальное сбил. Пару фишек где-то, что-то не выполнил. Поэтому тренировка, конечно, была лучше. Ну, а так, в целом, соревнования хорошие. Есть чему поучиться. Например, вот задом мы в тот же бок, в змейку. Не ездим никогда. Хоть водители и проходят ежедневные тренировки на пути следования автобуса, по их словам, чувствовать габариты транспортного средства и помнить о правилах движения остается самой важной задачей на дороге. Работа без ДТП – самое главное. Чтобы было спокойно, пассажиры с нами ехали спокойно. Но какие-то экстренные ситуации происходят в течение рабочего дня? Ну, конечно, без этого не бывает. Конечно, происходит. Но от того, что мы профессионалы, мы стараемся это все устранить. Сегодня участников соревнований ждет подведение итогов и награждения. А уже завтра они вернутся на пермские дороги. Все для того, чтобы мы могли добраться в любую часть города быстро и в безопасности. Полина Преснякова, Александр Наприенков, телекомпания «Ветта». Мы, к большому сожалению, довольно-таки часто слышим, что пермяки привычно ругают кондукторов за хамство, а водителей за лихачество. К чему это приводит? Примеров масса. Проверить того или иного перевозчика, понятное дело, нет возможности. Человек приходит на остановку, садится в автобус и едет по своим делам. И наш следующий опрос выдал интересные результаты. Некоторые садятся в транспорт на авось от безысходности, абсолютно не доверяя водителю. А некоторые искренне считают, что за рулем профессионал. В общем, любопытно получилось. Доверяете ли вы водителю общественного транспорта? Люди говорят. О том, как водители автобусов повышают профессиональное мастерство, узнали. И все же, как это отражается на пассажирах? Доверяют ли они водителям общественного транспорта? Мнение подписчиков телекомпании «Ветта» во ВКонтакте разделилось. 23% ответили, что считают водителей трамваев и автобусов профессионалами и полностью им доверяют. Столько же респондентов признались, что доверия водителям нет. Как и выбора. Все равно приходится передвигаться по городу на общественном транспорте. Еще 16% порой боятся не доехать до места назначения. Есть и те, кто доверяет водителю, но не доверяет состоянию транспорта. Их среди респондентов 19%. А вот что говорят на улицах города. Ну, знаете, не всегда. Почему? А почему? А потому что очень иногда резко тормозят. Есть люди преклонного возраста и кто-то с инвалидностью, грубо говоря, и могут нечаянно, как говорится, продвинуться вперед. Часто с этим сталкиваетесь, когда? В последнее время, да, часто. Я часто пользуюсь общественным транспортом, а водителям не доверяю, потому что я пользуюсь пригородными маршрутами. Они обычно останавливаются, где хотят, а где не хотят, не останавливаются. Водители, ну, в принципе, гонять, кстати, стали меньше. Это да. То есть резких торможений поменьше стало. Хотя все равно такое происходит. То есть так-то да. Стало получше немного. Может, потому что я больше привык к этому. Пешеход. А, пешеход. Такси. Ну, такси доверяю. Такси считается общественным транспортом? Хорошо. Хорошо. А когда-то были ситуации, что только на автобусе или только на трамвае куда-то... Веденческое время. Лет восемь назад. Последнее время обходитесь без этого? Ну, в общем-то, приходится доверять, да. Устраивает ли вас их уедение на маршруте? Или, может, какие-то ситуации есть, которыми готовы поделиться? Знаете, я езжу обычно в трамвае. В общем, все устраивает. Смотря какой водитель, бывает, что молодые сидят, которые ездят, дергают автобус постоянно. А есть, которые опытные уже, они спокойно едут. На чем чаще всего ездите? На автобусе. На автобусе. Да. А бывают ситуации, когда резкие торможения, это мешает, да? Да. Особенно, когда с ребенком едешь, приходится постоянно держать его. Жара, дождь, метель. В любую погоду выходит пресса. Ну, а мы ее в любую погоду читаем и делимся с вами самыми заметными публикациями. На что сегодня обратить внимание, узнаем из пресс-парада. На российских маркетплейсах Озоны и Вайлбери с весной и летом 2022 года в несколько раз выросли продажи едидокалия, которые принимают для защиты от радиации, а также приборов для измерения уровня радиации, выяснили в сервисе аналитики работы интернет-ритейлеров. Сблеск спроса на эти товары связывают с новостным фоном. Ранее стало известно, что таблетки едидокалия исчезли из аптек в США. Их разобрали, делая запасы на случай ядерной войны. Среди товаров топе продаж на Озоны и Вайлдбери с оказались таблетки йод плюс селен. Сотрудники маркетплейса в ситуацию не прокомментировали. Импорт товаров в Россию из-за рубежа постепенно восстанавливается. Хорошие данные вышли со стороны поставщиков автомобилей. В их сфере в июле поставки увеличились по сравнению с июнем в два с половиной раза. Но оживают после самого сильного спада в новейшей истории и другие отрасли. В первую очередь за счет поставок из Азии. В том числе и стран, присоединившихся к санкциям. Основной прирост в июле дала Восточная Азия. В первую очередь следует выделить Китай. В следующие годы возможны разные варианты. Прогноз Минэкономразвития предполагает, что импорт товаров уже в 2023 году превысит уровень 2021 года. В то время как базовый сценарий Центрального банка России не прогнозирует полного восстановления импорта товаров и услуг и в 2025 году. Компания Apple назвала дату презентации флагманов серии iPhone 14 и других гаджетов. В анонсе на сайте корпорации говорится, что осенняя презентация пройдет 7 сентября в 20.00 по московскому времени. За мероприятие можно будет наблюдать через официальную видеотрансляцию Apple. Впервые с 2019 года презентация состоится в офлайн-формате с личным присутствием журналистов и прочих гостей. По словам журналистов, на презентации Apple должна показать 4 смартфона линейки iPhone 14 и новое поколение смарт-часов Apple Watch. До конца осени корпорация Тима Кука должна представить новые поколения AirPods Pro и iPad. Пермь, как ни крути, город заводской. А что такое завод? Это, по сути, город в миниатюре. Чтобы некоторое производство обойти, одного дня даже будет мало. Один из таких промышленных гигантов расположился в индустриальном районе. Лукойл Пермь нефтьоргсинтез, ну или просто ПНОС, сформировавшаяся аббревиатура за годы его существования. Есть теория, что работу нужно менять раз в 5 лет. Наш сегодняшний герой с этим не согласен. Он доказывает, что работать можно на одной работе несколько десятков лет и получать от нее удовольствие. Владимир Иванович Серебренников работает на Пермь нефтьоргсинтезе уже более 40 лет. О своей работе он рассказывает как о любимой женщине. Переский такой сделал бросойку, а уйти уже никак не смог. Любовь с первого взгляда получилась. И причем любовь взаимная. Она мне понравилась, я ее люблю, люблю свою работу. Она мне за это еще деньги платит. То есть обоюдно получается все. Причем по карьерной лестнице он идет уже, можно сказать, по второму кругу. Пришел оператор, был четвертого разряда, сдал на пятый. Был старшим оператором как бы. Ну, молодежь на пятки наступает, чтобы им интересно было. Как бы, чтобы они не бросили это все свое. Знаете, как ребенок поиграл, больше нет ничего. Бросил и ушел. Ну, ставил свою должность, как бы, перешел, не жалею. Но коллектив свой Владимир Иванович не оставил. Как и обещал, остается в строю и делится опытом. И коллективу наш герой действительно стал родным. Этот человек, в принципе, со своим характером, со своим оптимизмом в жизни, он всегда, всегда поможет. Всегда поможет, всегда проявит юмор. И с ним весело, легко работает. Любовь всех к своей работе сплачивает и коллектив. Бригады живут дружно. По возможности ездят все вместе отдыхать, на рыбалку, на охоту. А у Владимира Ивановича есть свое хобби. Люблю готовить, стряпать люблю. Как бы, жена подарила двух замечательных сыновей. Как бы, люблю их чем-то побаловать. Ребята крупные, как бы, есть любят. Люблю готовить. Ну, так, с женой люблю гулять. В кулинарии он тоже постоянно совершенствуется. Я что сготовил, то и фирменное. Постоянно, потому что в движении. Потому что, допустим, даже плов, вот можно так вот его сделать, а можно его вот так вот сделать. Можно мясо в первую очередь обжарить, можно его, как бы, после лука там обжаривать. То есть, уже специи какие-то свои. Изменения на заводе и на установке происходят в лучшую сторону. Как-то даже интересно, что-то новое осваиваешь. Как считает Владимир Серебренников, чтобы проработать несколько десятков лет на одном месте, работа должна не просто приносить радость и деньги. Работа должна быть интересной. И свою работу как раз за это он и любит. Пермский край, как мы знаем, занимает территорию более 160 тысяч квадратных километров. Это, например, больше, чем территория всей Греции. И это к тому, что многие, живущие в Прикамье, в некоторых уголках региона, даже никогда и не бывали. Мы восполняем этот пробел. А точнее, это успешно делает Екатерина Рухтина в своей программе «Путешествие через край». Кама – главная река Пермского края и самый крупный приток Волги. С городской набережной в Перми река выглядит действительно могучей и притягательной. Но мало кто знает, что Кама берет свое начало на севере Удмуртии, в селе Кулига. В нашем новом путешествии через край мы отправимся к этому месту. Поехали! В нашем новом путешествии через край мы покажем самые интересные, красивые и запоминающиеся места Верещагинского городского округа. Знакомить с историей и достопримечательностями нашу съемочную группу будет Ольга Конева, которая вместе со своей семьей разработала туристический маршрут и представила его на конкурсе «Путешествие по Пермскому краю», который проходит по инициативе Законодательного собрания Прикамья. В этом путешествии мы побывали у истока реки Камы. На самом высоком месте Удмуртии из четырех ключей, близ деревни Корпушата, ныне вошедшей в состав села Кулига, берет начало Уральская река Кама. Здравствуйте, гости дорогие! Познакомились с историей старообрядчества. В эту церковь местные жители не ходили, потому что они были старообрядцами. Сюда, в эту церковь, приезжали с Сивенской стороны. Попробовали сделать половик на настоящем ткацком станке – кросно. Педаль сейчас вот так вот прижали, педаль сейчас другую, нажимаем. Так, у нас нищенки перешли. И узнали, как в Прикамье появился город Верещагина. В 1894 году Министерство путей и сообщений приняло решение о строительстве Пермь-Котловской железной дороги. По первоначальному проекту железная дорога должна была пройти через Ачор. Но незаинтересованность администрации завода и нежелание отдавать земли графа Строганова привело к тому, что магистраль повернули на север после станции Шабунича. И появился наш город. Пройти по всем остановкам туристического маршрута Верещагинского городского округа вместе с нами сможете. И вы смотрите новый сезон программы «Путешествие через край» в субботу в 20.45. Екатерина Рухтина, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Мамы знают, что польза грудного молока для ребенка особенная, но не всегда знают, чем именно полезны его компоненты. Как они влияют на детское здоровье, почему даже в одно и то же кормлении ребенок получает разное молоко. Понимание питательной ценности грудного молока во многом определяет и выбор его заменителей. Поговорим о преимуществах грудного вскармливания и отлучения от него до полутора лет в рубрике «Здоровые дети». Грудное молоко – это уникальный продукт, придуманный самой природой. По словам специалистов, ничего равного для кормления маленьких детей просто не придумано. И безусловно, грудное молоко способствует развитию всех систем и органов, в том числе в большей части это головного мозга, глаз, желудочно-кишечного тракта. Грудное молоко – это не только продукт питания, который несет сбалансированное содержание белков, жиров, углеводов, витаминов. Это, во-первых, еще очень мощный защитный фактор для ребенка, защищает его от инфекций на всем протяжении, когда мама ребенка кормит грудью. Немаловажным является и эмоциональный фактор, который также присутствует во время грудного вскармливания. Он создает очень важную близость между мамой и малышом. За последние несколько лет складывается тенденция, что молодые мамы практически сразу после родов отказываются от кормления грудью из-за каких-либо неудобств. Но специалисты советуют делать это только в крайних случаях. Это, наверное, тяжелое заболевание матери, которое просто не позволяет ребенка кормить грудью. И со стороны ребенка практически нет этих противопоказаний, не считая только временных. Ну, то есть мы понимаем, что это маловесный ребенок, когда он не может сосать грудь матери, но тогда мы прибегаем к сышенному грудному молоку. Длительность грудного вскармливания прежде всего зависит от настроя мамы и еще ряда факторов. Для того, чтобы было успешно грудное вскармливание, безусловно, нужно соблюдать режим дня. Может быть, это вот некоторым не хочется, и поэтому они таким образом отказываются от грудного вскармливания. Плюс рациональное питание. Оно всегда энергетически более калорийное, но оно должно содержать не только белки, жиры, углеводы, витамины. И поэтому, может быть, боясь поправиться мамам, они не очень хотят кормить грудью. Ну, и для того, чтобы успешно вскармливание грудное было, то мы всегда мамам, кормящим, рекомендуем большая нагрузка жидкостью. То есть от полутора до трех лет это может быть и простая водичка, это может быть и компот, и кисели, и морсы, и даже неконцентрированные соки. Ну, и, наверное, самый главный критерий успешного грудного вскармливания – это частое прикладывание ребенка к груди. С возраста 4,5-5 месяцев одного грудного молока ребенку становится уже недостаточно для полноценного развития. Поэтому необходимо вводить прикорм. Совмещать такой вид питания, постепенно отдавая предпочтение обычной еде, можно до полутора-двух лет. В последующем возрасте грудное молоко уже не будет источником питания, а только связью мамы и ребенка. Мне очень нравится наша новая рубрика «Это мы не проходили». Там дети отвечают на каверзные вопросы ведущего искренне, душевно и очень талантливо. Настроение после просмотра обеспеченно подымается, гарантирую. Это какая-то лопаца. Овощи. Ягоды. И фрукты. У нас тут даже на оговороде. Огурцы и риска. Репка. У папы на даче. Это как полезная еда. Продается в магазинах. Их выкапывают. Специально обученные люди. Хоть они полезны, но есть их нельзя. У него есть специальный компас, который показывает, где есть нефть. Нефтяник добывает нефть, а геолог рассматривает, как она выглядит. Он фантазирует тоже. Для того, чтобы нефтяники распознавали, что им делать, сколько часов им работать. Какой-то человек, который говорит, где надо бурлить. Это башня, где живет принцесса. У них есть палочка лошадная и еще крылышки. Это лакета. Она дает высоко-высоко в космос. Это башня, чтобы по ней лазить. Радиостанция передает любимые песни. Я свободен, словно птица в небесах. В Перми продолжается реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения. На этот раз компания «Новогор» обновляет магистральный коллектор, который был построен еще в 70-е годы. Как продвигаются работы, расскажут наши корреспонденты. Анна Серебренникова живет на Гаеве и каждый день ездит на работу в микрорайон Левшина. Девушка отмечает, что город меняется в лучшую сторону, в том числе и ее родной Орджоникидзевский район. Ведутся работы, все для людей делается, благоустраивается. Я думаю, что это хорошая тенденция. Сейчас в микрорайоне Левшина активно ведутся работы по реконструкции магистрального коллектора. Ремонт идет с применением новых технологий. Работы проводят, используя метод санации, практически без раскопок. Благодаря этому на пересечении улиц Верхоянская и Фрунзе удалось минимизировать неудобства и для пешеходов, и для автомобилистов. Движение транспорта по улице лишь ограничено, а не прекращено совсем. Метод санации, когда новая труба укладывается внутри старой, позволяет также снижать расходы при благоустройстве. Труба в трубу проталкивается от колодца до колодца. Затем колодцы старые демонтируются, вновь монтируются новые колодцы с футурованной внутренней частью. Затем это все стыки варятся, то есть в колодцах уже не с агрессивной средой не контактируют с железобетоном. Железобетонный трубопровод в аварийном состоянии из-за газовой коррозии. Стенки с годами разрушаются из-за агрессивной среды источных вод. Сейчас ветхие трубы меняют на современные из стеклокомпозита. Материал отличается высокой прочностью при растяжении, сжатии и абсолютно не подвержен коррозии. Магистральный коллектор, на котором сейчас ведутся работы, довольно старый. Построен он в 70-е годы и собирает сточные воды с части Орджоникидзевского района. Если бы точнее, это микрорайон Левшина, Январский и Молодежный. До середины октября подрядчик Новогора планирует завершить первый этап обновления в Орджоникидзевском районе. А это более километра сетей водоотведения. Мы обладаем фондом порядка 130 километров данных сетей. За последние пять лет мы заменили, отремонтировали порядка чуть более 11 километров. И в текущем году мы выполним замену более 3,5 километров. Всего в 2022 году Новогор обновит более 32 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Низ пальчиков Ислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Вот многие любят сравнивать жизнь с дорогой, но что-то никто до сих пор не придумал к ней дорожных знаков. Ориентиры социально-экономической политики накануне обсуждали на очередном пленарном заседании депутаты законодательного собрания региона. Комментарий недели прямо сейчас. До сентября 2021 года, в том числе и мной, на социальном комитете неоднократно поднимался вопрос по необходимости внесения изменений в федеральное законодательство. Что мы имели до этого? Выпускник школы мог поступить в медицинский колледж или в медицинское училище по специальности лечебное дело только после 11 класса. Безусловно, мы с вами прекрасно понимаем, что ученик, закончив школу, выберет вуз, нежели учебу в медколледже и медицинском училище. Поэтому было поручение губернатора Пермского края и Министерство образования, Министерство здравоохранения проработали вопрос и внесли соответствующие предложения на федеральный уровень по внесению изменений в федеральный образовательный стандарт. Федерация поддержала и в августе 2022 года соответствующие изменения были внесены. Более того, я могу сказать, что настолько эффективны оказались эти изменения, что уже в 2022 году двукратно увеличился прием по специальности лечебное дело в медицинские колледжи и медицинские училища. Губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич Махонин внес на рассмотрение депутатов законопроект по выделению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство врачам и педагогам. Долгожданный и, конечно, очень важный законопроект. Депутаты его поддержали в первом чтении. Суть законопроекта следующая. Специалист, приезжая в территорию, мы говорим о населенных пунктах с численностью до 10 тысяч человек, проработав 6 месяцев в профильном учреждении, либо в школе, либо в медицинской организации, имеет право на получение земельного участка. Минимальная площадь 10 соток. Максимально определяется органами местного самоуправления. И на этом земельном участке построить какое-то жилье. И совокупно специалист может получить до 3,5 миллионов рублей. Это позволит, безусловно, построить достойное жилье для специалиста и для его семьи. И с 1 января 2023 года этот закон уже вступит в силу. Это позволит, безусловно, укрепить укомплектованность медицинским персоналам в сельской местности. Впереди последние выходные летом. Как все-таки быстро оно пролетает, запоминается, как известно, последнее. Поэтому самое время провести субботу и воскресенье так, чтобы уж наверняка лето 2022 отложилось в памяти навсегда. А поможет с событиями, как обычно, в своей рубрике по пятницам Полина Рифа. Последние выходные лета. Повод для нас с вами провести их так, чтобы завтра не было мучительно стыдно за бесцельно прожитое время. Итак, 27 августа есть смысл посетить Чусовой. И только потому, что его ландшафт едва ли не самый привлекательный в крае. Все дело в том, что в субботу город принимает книжный фестиваль. Называется он «Книга-Град» и продвигает новую традицию, то есть делает ставку на тех авторов, которые работают с фольклором и этнографией. В программе образовательные интерактивные программы встречи с популярными писателями, лауреатами различных литературных премий, проведение массового деканта, мастер-классы и лекции с участием профессорско-преподавательского состава престижных учебных заведений в Москве и Перми-Ульяновском государственного центра русского фольклора. В общем, всех участников ждет колоссальная прокачка в канун учебного года. До конца лета для всех нас доступен мультижанровый фестиваль, выходные на набережной, новый сезон. Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей фестиваля ждет насыщенная программа. Это мастер-классы для детей и взрослых, лекции, тренинги, уличные музыканты и уличный театр, кино, выступления творческих коллективов, спортивные мероприятия и тренировки под открытым небом, интерактивная площадка для детей и танцы для всех желающих. Так что, если дачная повинность не входит в ваш круг обязательств, уикенд на Пермской набережной может значительно украсить вашу жизнь. Пермский зоопарк продолжает гордо нести бремя ответственности за своих драгоценных питомцев. В том числе для того, чтобы мы с вами не забывали, какая ответственность улежит на нас с вами за братьев наших меньших и больших. Совсем скоро в зоопарке грядет День знаний. Это дополнительный повод познакомиться с обитателями учреждения поближе. Хорошая новость. 1 сентября вход для первоклассников будет свободным. Правда, милосердные работники зоопарка призывают родителей не забывать брать с собой свидетельства о рождении своих дорогих малышей, чтобы избежать всяческих недоразумений. В программе праздника показательные кормления, мастер-классы, выступления юных артистов. 27 и 28 августа этнографический музей Хохловка, кроме обычной своей программы, приглашает гостей еще и на увлекательные экскурсии. В субботу орнитологическая прогулка по Хохловке с Денисом Исаковым, орнитологом, специалистом управления по экологии и природопользованию Перми. Участники прогулки понаблюдают за коршунами и птицами хохловских лугов, узнают, какие же виды воробьев встречаются в крае, услышат лесных птиц, которые живут на вершине холма. В этот же день пройдет экскурсия «Холмистая прогулка. Путешествие по Хохловке с исследовательскими рюкзачками». Экскурсия понравится и детям, и родителям. Участники холмистой прогулки научатся определять стороны света, типы облаков, различать виды хвойных деревьев. 28 августа состоится первая астрономическая экскурсия в Хохловке. Сергей Полищук, руководитель астрономического клуба «Телескоп», расскажет, какую роль играли звезды, планеты и другие небесные тела в жизни наших предков, а еще научит древнему наблюдению Солнца телескоп. Под флагом кино проходит в нашем городе субботний день. Пермский киноцентр «Премьер» подготовил программу ко дню российского кино. Но 27 августа мы с вами сможем бесплатно посмотреть входящие в нее фильмы и мультфильмы. Так, для любителей современного кино в афише лучшие ленты фестиваля «Кинотавр» прошлого года. Среди них фильм «Общага» по роману Алексея Иванова. Для тех, кто живет по принципу «Не дня без классики», «Девять дней одного года» и «Афоня». На протяжении всего дня будут идти документальные фильмы, темы абсолютно полярны друг к другу. От рок-музыки до истории жизни пернатых и создания советских блюд. Для детей отдельный зал с мультфильмами и мастер-классами по анимации, ну и, конечно, творческие встречи и лекции. Историй кино Максим Семенов расскажет, как менялось отечественное кино в советское время. На творческой встрече с актрисой Юлией Аук мы поговорим об особенностях жизни в кадре. Не упускайте возможности провести свое свободное время увлекательно, иначе будни нам этого не простят. Зачастую мы, сами того не замечая, слишком бессмысленно растрачиваем дни, пытаясь выполнить определенные обязательства. Сегодня же попробуйте найти время, чтобы осмотреться вокруг. Отложите в сторону заботы и дела и найдите, найдите эту минуту, чтобы расслабиться. Ну или, по крайней мере, сделайте это в выходные. Если у вас есть работа, спокойно выполните ее, сосредотачиваясь только на одном деле. Старайтесь заботиться о своем настроении, отдыхайте, тренируйтесь, пытайтесь делать все вдумчиво и осознанно. Уверена, у нас с вами все получится. Помните, мы никогда не знаем, что нас ждет, жизнь может развернуться на пятачке. Хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»!